Артём Олейников входит в международную группу учёных, которая разрабатывает физически обоснованные модели горения. Но сегодня создание экологически чистых и эффективных двигателей на втором плане. У молодого человека сразу два праздника – день рождения и вручение диплома аспиранта-преподавателя. Артём признаётся, 10 лет успешной учёбы будет вспоминать с теплотой. За это время получил множество грантов и стипендий, стажировался в Америке. Я там ходил на классы с аспирантами, с бакалаврами, участвовал в дискуссиях научных групп, докладывался там и делал свою диссертацию фактически. В этом году обучение по программам подготовки научных кадров высшей квалификации успешно завершили 80 молодых учёных. Для торжественной церемонии вручения дипломов впервые выбрали ботанический сад. Пространство позволяет соблюдать социальную дистанцию. На получении документа научная деятельность аспирантов не заканчивается. Предстоит защитить кандидатские диссертации. Многие из молодых людей продолжат работу в университете. Более половины ребят, которым мы сегодня будем вручать дипломы, они уже сейчас работают в университете. Кто-то на должностях научных работников, кто-то уже на преподавательских должностях. Для нас это очень важный источник в исполнении научно-педагогических кадров в университете. Планирует преподавать и Давид Авакимян. Аспирант при этом уже является руководителем Центра беспилотных систем Самарского университета. Ученые считают, что создание и испытание умных дронов – тема хоть и новая, но быстро развивающаяся. А потому нужно готовить помощников для ее изучения. Надо преподавать, делиться знаниями. К сожалению, специалисты в данной области, в нашей, поскольку она достаточно нова, не так много. И поэтому надо расширять область компетенции по нашей тематике. И надо преподавать, и самых активных студентов привлекать к нашей деятельности, поскольку это перспективно со всех точек зрения. Места в аспирантуре свободными будут недолго. Самарский университет в эту приемную кампанию предлагает 134 бюджетных места для выпускников вузов. Будущие исследователи могут выбрать более 50 профилей в рамках 20 направлений научных специальностей. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.